В процессе урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта достигнуты продвижения. Такую мысль, будучи в Баку, озвучил заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Из заявлений представителя государственного департамента не совсем понятно, что именно сейчас стоит воспринимать в качестве подвижек. Американский дипломат обращает внимание на последние встречи представителя официального Баку и Еревана. Вместе с тем, представитель Вашингтона на фоне своего оптимизма не стал говорить о неконструктивных шагах официального Еревана, из-за которых на протяжении многих лет не удается достичь существенного прогресса в процессе урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Обо всем этом мы поговорим в рамках передачи «Актуальность сегодня» с политологом Фикрятом Садыховым. Здравствуйте. Здравствуйте. И вот мой первый вопрос. Откуда вот этот оптимизм у американской стороны? Что она подразумевает в данном случае? Что должно нами восприниматься в качестве подвижек, продвижения? Ну, я бы не назвал это выражением такого оптимизма, который связан с решением этого многолетнего конфликта. Это лишь фраза, которая отвечает, отражает позицию Соединенных Штатов Америки по создавшейся ситуации, по этому конфликту. Что он имеет в виду? Я думаю, что здесь есть два-три аспекта, которые позволяют ему делать подобные заявления. Это наверняка встреча министров иностранных дел. Состоялись две встречи. Планируется очередная встреча министров иностранных дел. Это разговор, так сказать, неофициальный в Душамбе на встрече глав СНГ между президентом Азербайджана и премьером Армении по его инициативе. То есть, даже достигнутые незначительные какие-то договоренности, возможно, вселяют какой-то радужный оптимизм у американского дипломата. Ну и, наверное, вопросы, связанные с отказом армянской стороны от прежней позиции. Вы имеете позицию нового руководства Армении? Естественно, Пашиняна. Помните, когда он пришел на волне этой эйфории, он говорил о том, что сепаратисты Карабаха обязательно должны быть стороной переговоров. Нет уже этих заявлений. Мало того, что нет, встречи происходят практически, правда, на уровне министров, но заявления о том, что сепаратисты Карабаха обязательно должны быть стороной конфликта, они уже не звучат. То есть, формат остается прежним. Армения, Азербайджан? Формат, который зафиксирован в 90-е годы в документах ОБСЕ и включен в повестку дня Минской группы ОБСЕ. Других вариантов здесь нет. Вот, может быть, эти факторы дают основание помощнику заместителя госсекретаря делать подобные заявления. Но я бы не стал, так сказать, акцентировать слишком большое внимание на этом заявлении, потому что оно в то же время достаточно общее, достаточно такое абстрактное. Подвижки, я думаю, заключаются вот в том, о чем мы сейчас с вами, о чем мы упомянули. Он сказал и другую фразу вслед за этой. Он сказал о том, что переговоры должны вестись в рамках, значит, мадридских договоренностей. А что такое мадридские договоренности? Это поэтапное разрешение этого конфликта. То есть, мы как раз с самого начала являемся сторонниками поэтапного решения конфликта. Сначала выводятся войска с оккупированных территорий Азербайджана, затем там возвращаются беженцы, а потом переговоры продолжаются по поводу статуса Нагорного Карабаха. Ему дается какой-то промежуточный статус. Вот это наша позиция. Если он имеет в виду это, то это хорошо. Более того, он сказал о том, что в рамках территориальной целостности и сказал о том, что при этом он назвал, высказал такую фразу, с правом народов на самоопределение. Но он ее не завершил. Речь идет о том, что это документы и ОБСЕ об этом гласят. Право народов на самоопределение в рамках того государства, в котором проживает тот или иной этнос. В данном случае самоопределяйтесь внутри Азербайджана, не более. Конечно, однозначно. Да и документы, Хельсинский акт и документы другие ОБСЕ гласят, что любое самоопределение не должно противоречить целостности государства, в котором проживает тот или иной этнос. Вот главные мысли. Ну, добавим к этому, что все-таки Кент дипломат. И я не исключаю, что вот в этих выражениях звучит и, так сказать, дипломатическая тонкость, его маневры, связанные, так сказать, с уравновешиванием Азербайджана и Армении. Отсюда и его недосказанность по поводу того, что Армения не выполняет резолюции Совета безопасности ООН, за которые, кстати, голосовали Соединенные Штаты в свое время, в 93-м году. Вот суть, на мой взгляд, того ответа и той оценки, которую Джордж Кент сделал по урегулированию этого конфликта. Представляете, Госдепартамент озвучил еще одну такую мысль, я просто процитирую. США серьезно относятся к своим обязательствам по урегулированию конфликта на основе мадридских принципов. Как вы считаете, нет ли здесь противоречия? Дело в том, что когда азербайджанская сторона призывает страны-сопредседатели именно соблюдать свои обязательства, более ответственно относиться к тому, что происходит в регионе, они говорят, что мы всего лишь посредники, пусть решит Баку и Ереван, мы все примем. С другой стороны, понятное дело, что если бы Баку и Ереван сами могли бы в рамках переговоров это решить, наверное, посредников не было бы. С другой стороны, есть вопрос безопасности. Это же тоже ответственность. Отстраняться от этого не стоит. И такая же ситуация, она же все-таки делает невозможным достижение скорой, скажем так, прочной безопасности во всем регионе. Нет ли в этом противоречия? С одной стороны, говорить о том, что ответственно относятся, но с другой стороны, нажима на Ереван тоже мы не видим. Да, конечно, когда они говорят о том, что они обычные посредники, они сводят стороны к переговорам, к процессу, что они заинтересованы в мирном урегулировании этого конфликта, в это не всегда до конца верится. Потому что, если ведущие державы, такие как Соединенные Штаты, Франция, Россия, являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которые занимаются урегулированием конфликта, то это явно не рядовые фигуры, не рядовые акторы, которые участвуют в сближении позиций Азербайджана и Армении. Они прекрасно понимают, прекрасно видят, чьи территории оккупированы. Они знают о существовании тех резолюций, которые были приняты в 93-м году. Они хорошо понимают, кто оккупировал эти территории и почему они до сих пор не освобождены. Ведь это ведущие державы мира, это ведущие государства. Да, мы понимаем, что здесь существует дипломатический фактор, он связан с выражением своей позиции, с озвучиванием тех своих приоритетных взглядов, которые связаны с регионом Южного Кавказа, но это вовсе не говорит о том, что они должны закрывать глаза на очевидные вещи. Понятно и другое. Все это говорит о том, что Азербайджан должен опираться прежде всего на свои силы, прежде всего на свой военный потенциал. И вот последние события, я уже не говорю о военном параде, где была продемонстрирована современная военная техника, но мы говорим еще и о недавних военных учениях на границе, где мы продемонстрировали способность освободить свои территории, способность профессионально подойти к вопросу завершения конфликта через освобождение своих собственных земель. Военным путем вы имеете? Естественно, силовым путем, силовым методом, который мы никогда не исключаем. Потому что стремимся мирно решить это все. Мы уже много лет делаем это, мы много лет стремимся и призываем тех, кто голосовал за эти резолюции, оказать действующее давление, соответствующее давление на Армению. Вот этого мы пока не видим. Конечно же, мы часто говорим о двойных стандартах, может быть, даже это где-то оскомину кому-то набило, понимаете? Но это реальность. В тех случаях, допустим, обратите внимание, вот даже в самих европейских странах есть вопрос Каталонии в Испании. Никто не собирается предоставлять независимость этим регионам. Посмотрите, что происходило в Каталонии. Практически арестованы все лидеры этого сепаратистского движения. Испания сделала все, чтобы Каталония оставалась в составе этого государства, чтобы она не была... Евросоюз полностью поддержал модель. Абсолютно, да. Вот в этом случае, понимаете, как раз и вырисовываются вот те двойные подходы, те двойные стандарты, о которых мы очень часто повторяем и говорим. И я думаю, что, конечно же, укрепление нашего военного потенциала, усиление нашей военной мощи, приобретение у ряда государств, в том числе, кстати, и у Израиля, высокотехнологического современного оружия, конечно же, это будет действовать на Армению не самым лучшим образом. Я не думаю, чтобы в Ереване были рады этому и с оптимизмом воспринимали усиление военной мощи Азербайджана. Потому что мы постоянно твердим, что наша задача освобождения своих собственных территорий. Мы не рассчитываем, мы не, так сказать, устремляем свои взгляды на территории чужих государств. Речь идет о наших собственных территориях. Пожалуйста, помогайте, можете быть солидарны с нами. Речь идет о ведущих государствах. Можете оказать давление на страну-оккупанта? Сделайте это. Нет, значит, мы тогда вправе, и у нас полное право на освобождение своих собственных территорий. Это и принципы, и нормы международного права, это и документы, и Советы безопасности ООН, это и различные заявления ведущих держав, кстати, и мировых лидеров, и международных структур о признании территориальной целостности Азербайджана. Что это означает? Это означает, что это оккупированные территории Азербайджана. И что бы ни происходило в Армении, что бы они ни делали, какими бы они ни занимались выкрутасами, территориальная целостность Азербайджана признается на уровне всех лидеров мировых государств, всех международных структур. Поэтому пора это осознать. Я просто, допустим, очень хотел бы, чтобы новое руководство Армении, которое, так сказать, позиционирует себя в качестве демократического руководства, борется с коррупцией, борется с недостатками, как во внутренней, так и во внешней политике, осознала бы, сделала бы выводы из всего этого и поняла, что с Азербайджаном нельзя играться на протяжении многих лет, нельзя играть вообще с огнем. Понимаете? И это та самая ситуация сегодня, которая может очень негативно повернуться в сторону Армении. И тогда там будут очень долго сожалеть о том, что они не использовали шанс на мирное урегулирование этого конфликта. Фекер Альман, вот Макрон сейчас у него визит в регион, и в этом свете хотелось бы, чтобы вы оценили именно вклад Франции, как страны сопротивления, достаточен ли он. И вот, касаясь, опять же, диаспоры, как вам кажется, влияние диаспоры, армянской диаспоры во Франции с годами все-таки на Азербайджан французские отношения, уменьшается их сила давления? И оценивая роль армянской диаспоры во Франции, я бы даже сказал больше. Помимо того, что существует богатая диаспора, многие ее представители входят в государственные структуры Франции. Они в национальном собрании, они в ранге министров, и ранге других политических и государственных должностей. Это очень важно. И они очень влияют на это. И армянское руководство, армянская власть, она всегда надеялась и рассчитывала на Францию как сторону, которая поддерживает Армян благодаря вот этому фактору армянской диаспоры и представительству армян в государственных структурах Франции. Но мы не должны забывать о том, что к власти во Франции сейчас пришел человек, который не наделен какими-то партийными обязательствами. Он не является членом ни одной из ведущих партий, которые до сих пор контролировали ситуацию. Формировали политический климат во Франции. Несомненно, да. Формировали и климат, и все правительство состояло из членов одной партии. Это новая фигура Макрон. И, кстати, последние события показывают, что Макрон очень высоко оценивает роль Азербайджана в Южном Кавказе. Он неоднократно делал подобные заявления. Понятно, что нам заявлений мало. Нам нужны конкретные дела, поступки. Нам нужна поддержка. И нам нужно понимание реально сложившейся ситуации. Поэтому мы активно сотрудничаем с Францией, прежде всего, на двустороннем уровне. Мы понимаем и оцениваем роль Франции в рамках Минской группы ОБСЕ. И мы активно строим наши взаимоотношения в рамках партнерства как в гуманитарной сфере, так и в экономической и, я бы сказал, в военно-технической сфере. Но весь вопрос в том, что Франция, Армения очень рассчитывает на Францию. Они стараются там организовывать какие-то выставки у себя в рамках вот этого вот движения Франкофонии. Они на Горный Карабах там выставляют в качестве чуть ли не самостоятельного государства на этой выставке в расчете на то, чтобы получить поддержку не только Франции, но и вообще франкоговорящих государств. Но они наносят удар, со мной стоя на это мероприятие Франкофонии. Да, они подставляют, грубо говоря, тех, кто участвует в этом мероприятии. Саммит сейчас у них проходит в Ереване, и они идут на провокации, которые оставляют тень на всем мир. Ведь государств, членов вот этого вот движения Франкофонии более 70. И, кстати, это страны Африканского континента, Азии, Юго-Восточной Азии. Там среди них немало государств, с которыми Азербайджан тесно сотрудничает. И они не разделяют позицию Армении. Абсолютно не разделяют. Их вынуждают, по сути. Да, они абсолютно не разделяют. Они поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Они понимают роль и важность Азербайджана в регионе Южного Кавказа. Они связаны с определенными узами технического, гуманитарного, экономического сотрудничества. Мы всегда ценили подобные отношения. Поэтому вряд ли вот такие вот встречи на уровне движения Франкофонии в Ереване смогут радикально изменить позицию тех стран, которые там участвуют. Там тема совсем другая. Это армяне пытаются перенести в другую плоскость. А вот армяне, вернее, новая власть Армении, она как раз в попытке приобрести новых союзников и партнеров, она рассчитывает на то, что часть из этих государств переметнутся на сторону Армении. Оно пытается нащупать какие-то слабые места среди стран мировой элиты и приблизив к себе, значит, приблизить к своим интересам и сделать так, чтобы, так сказать, роль Армении стала для этих государств гораздо важнее, чем Азербайджан. Но я думаю, что это слабые попытки, вряд ли они принесут какие-то дивиденды, результаты. Это лишь вот такие вот шаги, они лишь подрывают авторитет самой страны. Если у нее этот авторитет был. Да, перед лицом вот этих франкоязычных государств. Она теряет уважение. Они теряют уважение. Они подрывают авторитет, вот остатки этого авторитета. Они фактически делают все, чтобы страны, которые приезжают и сталкиваются вот с подобными факторами, они, значит, разочаровались. Разочаровались в этой власти и, значит, еще более тверже стояли на своих позициях. Ну что ж, Фикрат Малин, большое спасибо вам за участие. Напоминаю о возможных подвижках в процессе урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Мы говорили в рамках передачи «Актуально сегодня» с политологом Фикратом Садыхом. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова